Девчонки, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео мне хотелось бы посвятить не косметике каким-либо обзорам и даже не макияжам. Сегодня мне хотелось бы рассказать свои личные впечатления, скажем так, о жизни на YouTube. К сожалению, мне приходится переходить на личности, потому что данная ситуация мне была, ну, крайне неприятна. И мне хотелось бы, конечно, в первую очередь услышать ваши какие-то отзывы, комментарии. И я хотела бы какого-то логического объяснения, почему, собственно, люди так поступают. До недавнего момента я была подписана на такого блогера, как Ирэн Влади. И почему-то мне вчера захотелось почитать в интернете, что говорят люди, подписчики о любимых блогерах в интернете. То есть на форумах не непосредственно под видео, которое выложил блогер у себя на YouTube, а на каких-то форумах непосредственно, куда типа не очень, то и просто выследить, где что, кто комментирует. Потому что, в принципе, комментарии, которые пишутся под видео блогера регулярно, как я убедилась, удаляются. Этого блогера я действительно люблю, смотрю уже очень давно, и видео мне ее нравятся. Но вот как по себе могу сказать, я, в принципе, никогда не пытаюсь узнать, какой блогер человек в жизни. То есть меня не интересует личная жизнь его, меня не интересует, как он поступает в каких-то определенных ситуациях. То есть я смотрю видео, и мне этого вполне достаточно. Мне нравятся какие-то советы, рекомендации, я для себя что-то беру, и после этого я закрываю экран, ну, закрываю монитор, выключаю YouTube, и все, на этом мое общение с этим человеком закончилось. Но черт меня дернул, как говорится, зайти вчера на форумы и почитать, что же пишут подписчики о своих любимых блогерах. Ну, и честно говоря, конечно же, я прочитала кучу всякой гадости, кучу всего-всего, и больше всего меня поразило то, что люди обсуждают такого блогера, как Иран Владис, с негативной точки зрения, наверное, больше всех остальных блогеров. И я думаю, ну, блин, казалось бы, не тот человек, который собирает там миллионы подписчиков у себя на странице, и чтобы так его прям обсуждать, почему столько негатива, почему вот, в чем смысл? Ну, и я уже не помню, как именно, с чем было, что связано, я решила зайти на ее инстаграм и посмотреть какие-то последние фотографии, думаю, что-то давненько я не видела. Ну, и, короче говоря, захожу я на свой инстаграм, начинаю листать свою страничку с людьми, на которых я подписана, я понимаю, что ее в списке нет. Думаю, странно, отписалась, вроде бы блогер достаточно адекватно постит свои какие-то фотографии, не выкладывает невероятное количество ненужных снимков, то есть все такое интересное, все нормально, мне нравилось, я была подписана, думаю, странно, я отписалась. Думаю, ну, ладно, поищу я, наверное, ее по поиску, начинаю пробивать по поиску, я тоже ее не могу найти, то есть у меня небо свечится, думаю, в чем проблема. Забиваю через браузер и смотрю, страница существует, все нормально, думаю, я не подписана, не могу найти, в чем проблема. Захожу я по ссылке прямой и понимаю, что я заблокирована, просто как-то, я не знаю, я по своей натуре комментарии пишу, ну, крайне редко, и это не знаю, даже позитивные комментарии я пишу крайне редко, может быть, это один-два комментария в месяц, но это просто потолок, это самые любимые блогеры, но чтобы я там участвовала в каких-то обсуждениях, или что там еще, я, короче говоря, таким не занимаюсь, просто не имею желания, мне просто это неинтересно. Я начинаю вспоминать, что я могла такого написать, сказать, чтобы меня добавили в черный список, и я вспомнила. Одним из самых последних постов на тот момент, когда меня заблокировали, была фотография Ирен в профиль, где она сделала себе такой пучок, как бы неаккуратный, небрежный, такой вот себе креативный пучок, и я вспомнила, что я прокомментировала эту фотографию, какая-то девушка написала, что, а мне не очень нравится этот пучок, и, ну, там еще пару каких-то там слов было, абсолютно не обидных, это не было оскорблением, но просто, что человек выразил свое мнение, что просто как бы, ну, а мне, да, а мне не очень просто нравится, и я написала снизу, ответив этой девочке, написала, что, да, мне тоже как-то не очень нравится, как-то выглядит, ну, не очень аккуратно, и, как бы, наверное, немножко не тот креатив, который, как бы, предполагается в данной прическе. И вот из-за этого комментария я попала у Ирен в черный список. Присните, может, это я чего-то в жизни не понимаю, я должна была писать только позитивные комментарии, то есть я так поняла, что все комментарии, которые немножко отличаются по своей структуре от «Ирен, вы такая замечательная, вы такая красивая, вы такая хорошая», все остальные комментарии летят, удаляются, и человек летит в черный список. Цель – это оставить в своем профиле только позитивные комментарии и доказать всем, что обо мне отзываются только хорошо. Хорошо? Блин, ну, я не знаю, я же не написала ни одного оскорбительного слова, я даже не описала как-то негативно эту прическу, я ни одного слова не сказала Ирен по поводу ее внешности, я никогда в жизни себе такого не позволяю, считаю, что это очень унизительно. Но если мне просто не понравился пучок, ну, это же, ты же выставляешь в Инстаграм свою фотографию, вот я могу по себе сказать, я же выставляю в Инстаграм свою фотографию, ну, и я хочу получить какие-то отзывы, наверное, но если я делаю ее для себя, то я ее сохраняю у себя в телефоне, это фотография для меня. Если я ее выкладываю в социальные сети, автоматически я это демонстрирую окружающим, вот, смотрите, это мой снимок. Но невозможно, людей идеальных не бывает, невозможно получать только позитивные комментарии. Потом по поиску я нашла на Ютубе видео, которое снял Сергей Нагорный, и там он достаточно четко объяснял сложившуюся ситуацию с ним и данным блогерам. И то есть абсолютно типичная ситуация, я так поняла. Он тоже полетел в черный список из-за того, что написал комментарий не лестный, не какой-то похвальный, позитивный. Он просто как бы выискал свое мнение, опять же, без грубых слов, без оскорблений, даже без завуалированной какой-то такой грязной критики, да, человек просто поучаствовал в обсуждениях, но не похвалил Ирен за какие-то там заслуги. Ну и после этого мне захотелось зайти на форумы и почитать отзывы других людей. И я была просто поражена огромное количество девушек. Писали о том, что Ирен их блокируют за комментарии, какие-либо отличающиеся от лести и похвалы. Я тоже решила не снимать видео вчера, то есть, опять же, чтобы оно не было на эмоциях, на каких-то таких вот негативных нотках. Я просто решила поделиться с вами своим впечатлением. Я думаю, что многим девушкам будет интересно это услышать, те, кто на нее подписан, если они, конечно, наблюдают за тем, что говорят другие. И я думаю, что каждый человек, который напишет что-либо ей в такой нейтральной форме, без даже грубости, без оскорбления, сразу прилетит черный список, это просто, я не знаю, инстаграме, ютубе, где угодно. То есть, можете провести эксперимент. Это просто поражает, удивляет, и никто об этом не говорит. На самом деле, куча девушек с ним сталкиваются, а написать что-либо под видео у Ирена они просто не могут, потому что все удалится, никто этого не увидит. И только если вы залезете на какие-нибудь форумы такие непосредственные, которые не связаны с этим блогером, тогда вы узнаете на самом деле правду. Короче говоря, я очень расстроена, что это оказался тот человек, которого я долгое время смотрела. Мне нравились его видео, я относилась к нему хорошо. Просто какое-то разочарование, которое, наверное, никогда никого не радует. Если бы с данной ситуацией я не столкнулась бы сама, то, наверное, я бы считала, что Сергей пытается привлечь таким вот образом к себе внимание и пропиариться за счет такого вот блогера, как Ирена Влади. Но сейчас я понимаю, что это реально правда, что это реально ситуация, которая повторялась не единожды. То есть, на форумах девушки описывают просто, я не знаю, невероятное количество этих отзывов и комментариев. И я просто поражаюсь, удивляюсь, я хочу получить ваши какие-то отзывы, как вы думаете, зачем и почему человек так поступает. И я бы просто хотела бы пообщаться с вами, потому что для меня эта ситуация непонятна абсолютно никак, абсолютно ни под каким ракурсом. Просто хочется отметить, что, наверное, человек, который выкладывает видео на YouTube, автоматически подписывается по тем, что он готов принимать комментарии других людей, потому что это публичная деятельность. Ну, то есть, если ты не хочешь живого общения с другими людьми, то просто выкладывай свои видео на компьютере и сам себе их просматривай. Но ты же их выставляешь не для себя, ты же их выставляешь для других людей, у каждого свои цели, но выставляем их мы для людей, а не для себя. Ну, то есть, это глупо утверждать, что ты выставляешь это видео для себя. Соответственно, люди будут хотеть общаться, потому что это не телевизор, это как бы интернет, в котором каждый комментирует и описывает свои какие-то эмоции. Обращения, в отличие от Сергея, я говорить не буду, просто мне неприятно и общаться, и подписываться, и следить за тем человеком я больше не желаю. Единственное, что хочется сказать, что мне очень обидно за тех девочек, с которыми поступили точно так же, как и со мной, потому что такое пренебежительное отношение к подписчикам, ну, то есть, я такого еще не встречала. Мне просто было очень неприятно, я была удивлена, поражена. Теперь я хочу посмотреть ваши комментарии, может быть, есть девчонки, которые столкнулись с такой ситуацией и готовы поделиться своим мнением. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, буду рада общению, комментируйте. Желаю вам отличного окончания этой осени, начала зимы, и всем отличного настроения, и пока-пока.